Всем привет, друзья! Сегодня я решил вас немножечко потроллить. Сразу хочу вас попросить оценить лайком или дизлайком это видео, написать вообще, что вы об этом думаете, согласны вы со мной или не согласны, ну или напишите уже какую-нибудь гадость, чувак, ты не прав, или ты молодец, ты сказал все правильно. А поговорить я с вами хочу, знаете о чем? О мощности котла, о литраже в системе отопления, а также о площади, которую этот котел может прогреть. В принципе, это все, можно сказать, расчеты очень грубые и, грубо говоря, это, в принципе, все миф. К примеру, вот мы имеем котел 10 киловатт. По идее, котел 10 киловатт должен прогревать у нас 100 квадратных метров. По литражу 10 киловатт, котел, по идее, у нас должен прогревать порядка 140 литров воды. И что же, получается, если мы зальем больше, чем 140 литров, у нас котел, получается, уже не прогреет эти 140 литров, что ли? Ну, давайте зайдем к этому с другой стороны. Оттуда вы. Итак, представим, у нас есть маленькая комфорочка, на которой мы кипятим с вами кофе. Мы ставим туда баночку с кофе, кипятим ее, грубо говоря, в 10 минут. За 10 минут наше кофе закипает, мы наливаем его себе в чашку. Но если нам надо закипятить, к примеру, уже кастрюлю, мы ставим кастрюлю на эту же комфорочку с той же самой мощностью, с водой, но мы ждем уже не 10 минут, а ждем 20 минут. После этого вода закипает. Просто проходит больше времени. И, к примеру, если мы ставим на эту же комфорочку уже ведро воды и начинаем его пытаться закипятить, а ведро воды у нас уже может иметь, к примеру, от 10 литров, ну и, соответственно, больше, смотря какой вы туда чан поставите, то такое ведро воды уже может и не закипеть, если оно будет большого объема. От чего же это зависит, друзья? Почему кастрюля может закипеть, а какое-нибудь большое корыто с водой может не закипеть? Зависит это от теплопотерь, но никак не от мощности комфорта. Представим, у нас есть 10 киловаттный котел. 10 киловаттный котел пытается прогреть у нас не 140 литров, к примеру, ну возьмем там 200 литров в системе отопления. Мы включаем котел, котел начинает прогревать воду, включаем там какой-нибудь насосик, чтобы он нам пытался помочь это дело прогреть. И представим, что у нас это дело не прогревается. Почему это происходит? А здесь у нас есть, в общем-то, две причины, которые на это влияют. И это никак не площадь и никак не объем воды. Давайте разбираться глубже, в чем же здесь проблема. Ведь, по сути, котел это, грубо говоря, тот же самый чайник. Только чайник этот у вас будет на больший объем воды будет просто дольше закипать. И, соответственно, почему мы не можем наш чайник направить ни на 140 литров, к примеру, а на там 160 на 200 литров воды. Почему мы не можем это дело закипятить? Первую причину, в принципе, я вам уже сказал, это теплопотери. Теплопотери это, в общем-то, основная составляющая, которая определяет, может ли ваш котел прогреть систему отопления. Если у вас будут очень большие теплопотери, соответственно, какие-нибудь там сифонящие окна, двери, старое какое-нибудь блочное здание, то есть, если утепления как такового нет вообще, получается, что вы уже греете, грубо говоря, не дом, а греете улицу. Поэтому при сильных теплопотерях ваши радиаторы будут очень интенсивно остывать и ваш котел будет просто не справляться с этим всем объемом воды. Он будет греть, 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 но какие-нибудь дальние крайние радиаторы у вас просто будут холодные из-за теплопотерь. Это первая причина. И вторая причина, даже если вы, к примеру, утеплили ваше здание и все у вас в порядке, и вроде бы все хорошо, но все равно почему-то радиаторы не прогреваются. Из-за чего это может быть? Из-за насоса. Если у вас система самотечного типа, то тут, соответственно, вам надо, конечно же, ставить котел большей мощности для того, чтобы он максимально интенсивно кипятил воду и вода подавалась по самотечной системе. Но если у вас система сделана под насос, что для больших площадей намного лучше, намного эффективнее работает, то здесь у нас уже основная определяющая это насос. Соответственно, каждый насос имеет несколько характеристик основных. Ну, электрическая характеристика это потребляемая мощность, напорная характеристика на какую высоту способен ваш насос поднять в воду и расход. Так вот, если у вашего насоса недостаточный расход, то насос может просто не успевать прокачать весь объем воды через ваш котел. Таких расходов не бывает, но образно, чтобы вы поняли, у вас насос качает 5 литров в час, а у вас в системе не 5 литров, а 10 литров. Соответственно, такой насос будет целый час пытаться прокачать ваши 5 литров. То есть, соответственно, еще 5 литров будут постоянно недогреваться. Таким образом, вам нужно брать насос мощностью уже не на 5 литров в час, а на 10 литров в час. Это минимум, а если с запасом, то может и каких-то, грубо говоря, 12 литров в час. Но сказала это все очень образно, потому что характеристики там идут уже не в литрах в час, а, как вы понимаете, намного больше и интенсивней. Но, если у вас есть большие площадя, то вам нужен насос с очень хорошим расходом. Итак, делаем вывод из всего, что же я вам сказал. В принципе, получается, что мы можем прогреть, грубо говоря, любую площадь, фактически любым котлом. Но для того, чтобы это сделать, во-первых, нам надо очень хорошо утеплить здание и, во-вторых, подобрать правильный насос, который сможет прокачать весь этот объем воды, который вам надо прогреть, через котел. И, как пример, я хочу вам рассказать о двух объектах, с которыми я работаю. Первый объект это старая школа, порядка где-то там двух с половиной трех тысяч квадратных метров, ну плюс-минус, грубо говоря, где-то так. Они потребляют на двух 100 киловаттных котлах, постоянно работающих, где-то от 300 до 500 кубов в сутки. Здание старое, теплопотери серьезные, расход сумасшедший. Есть второе здание. Это тоже школа, новопостроенная, обалденно утепленная стекловатой. Так вот, там один котел мощностью 90 киловатт греет здание площадью порядка тех же там трех тысяч квадратных метров, хотя по идее 90 киловатт должен греть 900 квадратов. Достаточно одного котла по расходу там от 60 до 70 кубов в сутки. Вот представьте, здесь 60-70 кубов в сутки, а в том здании 300-500 кубов в сутки. А зависит это все от теплоизоляции. И вот вам получается разница просто колоссальная, сумасшедшая, баснословная экономия. Так что, друзья, вот такое вот видео. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этом всем. Всем спасибо, пока и до новых встреч.